Всем привет! В этом видео я хочу рассказать вам о признаках токсичности у людей. Кто такие токсичные люди? Это люди, которые излучают негативную энергию, это люди, которые вас морально угнетают, и люди, которые за счет того, что они вас унижают, сами себя возвышают. И признаки такого человека, как правило, примерно универсальны, и его очень легко распознать. Я сейчас вам опишу некоторые признаки. Если вы видите эти признаки в ком-то из своего окружения, то вам стоит задуматься о том, чтобы либо как-то сократить общение с этим человеком, либо поговорить с ним и попросить его по-другому вести себя по отношению к вам. Начнем с первого признака. Первый признак – это то, если человек резко и категорически не принимает ваши интересы. Даже не то, чтобы не принимает, а скорее он их оскорбляет, или же он, так скажем, вас принижает за то, что у вас такие интересы. Например, вы любите играть в видеоигры, а другой человек говорит, что видеоигры – это полная хрень, что ты дурак, что в них играешь, и что ты, наверное, вообще ничего в этой жизни не понимаешь, если у тебя такой интерес. Человек, если в себе, если человек так выражает свое негативное отношение, так резко, в отношении вашего интереса, и тем самым задевает вас, вам стоит задуматься, насколько вам нужно это общение. Как правильно ему было бы выразить, ну, свое отношение, например, что он не любит видеоигры, он сказал, «А, ну, ты любишь видеоигры? Да, а меня как-то вот это не цепляет. Ну, у нас же есть другие интересы, давай там займемся чем-то, что увлекает нас обоих». Вот это здоровое отношение к чужим интересам. Второй признак – это то, что вы в общении с этим человеком всегда чувствуете себя каким-то виноватым. То есть человек все время вас за что-то винит и ставит себя, и делает из себя жертву. То есть вы можете сказать ему «Привет», а он скажет, «Ты, наверное, вообще уже забыл обо мне, ты вот мне такой привет говоришь, какой-то бездушный, я все понял, ты вообще не хочешь со мной общаться, ты у себя на уме, ты плохой, и я помню, там, неделю назад ты забыл мне там написать сообщение вечером, или там не отвечал на сообщение 20 минут, ты вообще ужасный человек, как тебе не стыдно, как тебя земля носит». Если человек вот так себя ведет, это признак его проблем. И, как правило, его проблемы ухудшают ваше состояние, и вам будет некомфортно с этим человеком вести диалог. Что еще важно? Третий аспект токсичных людей – это люди, которые принижают ваши достижения. Ну, например, вы закончили школу с золотой медалью, там, набрали по 100 баллов за ЕГЭ, и он говорит, да, ЕГЭ – это для дураков, ты там набрал, ну и что, как бы кому, там, как бы это фигня все. То есть, ладно, соглашусь, ЕГЭ – это не признак ума, но можно как минимум похвалить человека и сказать, да, молодец, что ты в этой системе, научился работать, что ты достиг такого отличного результата, ты молодец. Да, ладно, следующий аспект. Ты закончил там крутой вуз с красным дипломом, ты устроился на работу, а тебе говорят, ну, знаешь, это и специальность не очень, и вуз-то тоже так себе, как бы, и, ну, зарабатываешь ты, как бы, там, не знаю, 100 тысяч, ну, а мог бы 200 зарабатывать, если бы на более крутую специальность пошел, как бы, что ты этим занимаешься вообще, вон, иди в программисты, как бы, все, забей на свои, вот, это все фигня, вот программисты, они программы делают, они молодцы, а ты вообще фигней всю жизнь страдал, ЕГЭ, там, баллы, вузы, направление твое, это все не нужно никому, ты, ну, как бы, видимо, ты не очень умный и смышленый, если пошел туда, хотя мог заняться чем-то более важным, вот, если человек вам примерно в таком ключе, в таком ключе обесценит ваши достижения, поймите, вам с ним не по пути, что бы вы ни сделали, как правило, даже если вы были крутым программистом, он бы нашел следующий, он бы нашел, за что вас принизить, он просто не приемлет вашего успеха, как правило, такие люди зачастую сами не добились успеха в том, в чем они ожидают успеха от тебя, ну, могут тебя попрекнуть, им это не важно, им важно, чтобы никто вокруг не добивался успеха, и они не хотят признавать чьи-то чужие достижения, потому что им больно, что у них нет этих достижений, и в общении это очень заметно, поэтому этот аспект тоже стоит замечать. Четвертый момент, это если люди запрещают вам общаться с другими людьми, то есть это ваш, например, знакомый, какой-то он говорит, ну, ты не общайся с тем, с тем, с тем, они мне не нравятся, как бы общайся там только со мной, это уже признак нездорового отношения, так нельзя, ты не можешь запретить другому человеку общаться с другими людьми, как бы это его выбор, ты можешь не общаться с теми людьми, но не запрещай другому делать это. так и давайте какой-нибудь пятый признак токсичных людей я думаю пятый признак я могу назвать это токсичными людьми это если человек общается с вами только тогда когда ему нужно и никак не проявлять никакого интереса к вам он общается только когда у него проблемы когда ему что-то от вас нужно он только потребляет и ничего вам не дает это тоже признак токсичности общение и любые взаимоотношения должны быть более сбалансированы в таком случае оба участника этих отношений будут довольны понимаете мы же не поражать не паразитируем друг на друге мы взаимодействуем чтобы сделать друг другу лучше мы люди и мы кооперируемся и вообще нет и общение тоже не исключение поэтому если вы замечаете комбинацию какую-то из этих пяти признаков то как следует задумайтесь стоит ли вам продолжать общение с таким человеком и если стоит то хотя бы попробуйте донести ему то что вам не нравится в его поведении постарайтесь объяснить ему доходчиво чтобы он понял что вас задевает ведь зачастую такие люди не понимают какой урон и вред они наносят вам своим отношениям для них это норма спасибо за просмотр надеюсь вам было интересно послушать это видео ставьте лайк и подписывайтесь всем пока спасибо